Человек на протяжении всей своей истории был знаком с электричеством. Понимать его суть, приручать, экспериментировать и добиваться результата он научился только в прошлом веке. Вспомним радио, электрификацию, ядерную и термоядерную бомбу, сверхпроводимость, микроволновки, кардиостимуляторы, радары, сотовые телефоны. Лихо получилось, а? Но в погоне за достижениями часто ли мы полностью можем оценить всю полноту воздействия устройств изобретенных, в нашем случае воздействия электричества на тело человека? Вообще человек представляет собой сложное образование, в котором ежесекундно проходят миллионы химических реакций. И все это происходит на фоне электрических процессов в организме. Казалось бы, на первый взгляд, очень слабые электрические поля, которые существуют в организме, которые с трудом улавливаются техническими приборами, которые у нас имеются. Путем усиления этих электрических сигналов мы можем, допустим, судить о работоспособности сердца, снимать электрокардиограмму сердца. Это не что иное, как биопотенциалы усиленные, записанные графически. Можно также снять электроэнцефалографию мозга. Это те же самые электрические сигналы, очень слабенькие по своей природе, усиленные, представленные в виде графиков. Та среда, которая нас окружает, оказывает огромное воздействие, несмотря на то, что эти поля очень слабенькие. Оно может войти в резонансное воздействие. Оно может повлиять, можно чисто теоретически предположить, может повлиять на протекание биохимических процессов, очень сложных процессов в организме. На мой взгляд, существует один из самых уникальных методов функциональной диагностики этих влияний слабых полей на человека. Это метод Райнхальда Фолля, предложенный немецким ученым в послевоенные годы. Во всем мире этот метод нашел широкое развитие. Хотя официальная медицина с настороженностью относится к данному методу, возможно и правильно. Почему? Потому что этот метод на грани искусства. Надо этим методом еще правильно овладеть, правильно интерпретировать полученные результаты. Хотя метод очень прост. Все измеряется в условных единицах. Предположим, при замере любой акупунктурной точки, если показатели покажут 50-60 условных единиц, 50-60. Вот продемонстрируем. Вот, к примеру. Не будем впадаться в подробности, какая точка за что отвечает. Вот это нормальные функциональные показатели, 50-60. Дальше можно исследовать влияние сотовой трубки на человека. Можно так приложить. И замеры делаем. 20. Это явно несет отрицательную информацию. Или по-другому можно сказать, плохо влияет на человека. Неположительно. Далеко не положительно. Следующую сотовую трубку возьмем. То же самое. Следующую возьмем. То же самое. Теперь можем сделать вывод, что данные приборы отрицательно влияют на человека. Итак, что такое человек по сути? Это и сопротивление, и конденсатор. И это, разумеется, проводник электричества. Так как водно-солевой раствор, а мы на 70% состоим из воды, все-таки электричество проводит. Но помимо всего прочего, человек это и электростанция, и комбинат, управляемый электросигналами. И нужно ли ему дополнительное, пусть и небольшое напряжение, излучение или поле? Полностью убрать невозможно, но можем мы это излучение преобразовать в такой вид излучения, чтобы оно не имело отрицательного влияния на организм человека. Дело в том, что наше поколение сталкивается с чем? Было радио в начале, в школьные годы, предположим, так. Потом появился телевизор, потом компьютер, потом появилась сотовая связь, всякие рации. Соответственно, к этим излучениям еще передающие станции появились. И что получается? Техногенное излучение Земли с каждым годом все увеличивается, увеличивается. Тенденция есть к тому, что электромагнитное поле, которое влияет на человека, и дальше будет возрастать. Это машины, там хоть и небольшое напряжение, но тем не менее километры проводов они все излучают. И что получается? Единственный выход, разумный, на мой взгляд, нужно что сделать? Ослабить по мере возможности влияние этих полей на человека. Для ослабления фоновых излучений существует браслет. Для ослабления контактных излучений, когда два генератора вместе, существует посредник, преобразователь. В соответствии с законами природы, только нейтральные элементы могут существовать относительно долго. Взять золото, например, с щелочами не реагирует, с кислотами тоже. И миллионы лет с ним ничего не происходит. Пока мы не начинаем туда добавлять вещи, ухудшающие, либо улучшающие его характеристики. В нашем конкретно быту сейчас, пожалуй, только не хватает собственного космического корабля или самолета. Все остальное тем, либо иным способом может оказывать на нас воздействие. Он не меняет излучение самой трубки, то есть речь останется. Сотовая трубка от этого не пострадает. Единственное, воздействие этого излучения на человека уменьшается во много-много раз. То есть мы говорим, что сотовый телефон сейчас это просто генератор, который у него нет инфурсов. Совершенно верно. Который, работая с нашим телом, тело у нас не всегда сухое. Совершенно верно. Является оно проводником, добавляет нам непосредственно какое-то электромагнитное излучение. Совершенно верно. Мы справляемся с избытком электромагнитного излучения. И все знают, как это делается. То есть у каждого промышленного объекта, либо здания, имеется специальный заземляющий контакт. Ваш контакт, заземляющий, изолятор, выполнен в виде вот такого замечательного устройства. Не будем вдаваться в подробности. Пока, как он работает. Ну, берем различные цветовые решения. Вот, допустим, для серебристого агрегата. Вот, серебристые. Для черного. Так, у нас есть и черный. Для золотистого у нас есть. Вот, про черный, прошу прощения. Вот, давайте сделаем на черном. Мы только что все видели. И уже в реал тайме продемонстрируем. Можем так проверить. Плата, так называемая, поднялась. Сотовое излучение сотовой трубки стало практически безвредным. Данная наклейка, преобразователь, работает только в том случае, когда непосредственно обращена к телу. При разговоре мы держим его вот так. Поэтому это непременно условие, чтобы преобразователь срабатывал, необходимо именно в таком положении держать. Если мы его возьмем вот так, то преобразователь со стороны защитными свойствами она не будет обладать. Нужен непосредственно прямой контакт. Когда-то, и не так давно, информационные издания всерьез задумывались с существованием угрозы от сотовой связи. Угрозы нет. Мифы мифами и остались. Но на поверхности каждого электроприбора со временем образуется несмываемая пленка, способная проводить лишний для нас электрический ток. Но российские специалисты изобрели и внедрили уникальную технологию, способную концентрировать эти токи в одной точке и нейтрализовать их воздействие. А теперь самое интересное. Эксперимент и результат. Все-все-все. Подходим. Так, теперь... Не-не, подходим и прикасаемся. И убираем. Меряем. Теперь клеим. Руку обязательно прикоснись к этой штучке. Все нормально. Давайте меряем теперь. Телефон требуем. Телефон требуем. Телефон требуем. Испытуемый возьмёт? Испытуемый сам может. Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать и тысячу прочитать. Нам видно, да и вам видно, что установка устройства AuraGizer реально работает. И цена вопроса – это не цена. Разработку оригинального дизайна, корпоративного стиля, вы можете поручить специалистам этой фирмы. И связаться с ними по телефону. Продолжение следует...